Я не верю и не утверждаю, что я верю. Это спорный вопрос. Я сам понять не могу, в чем дело. Я сам не до конца понял, верю я или нет. Я думаю, что есть какие-то высшие силы, но я не знаю, именно тот Бог, которого в Библии описывают, или как это вообще, я опять не знаю. Конечно. В Библии все правильно написано. Господь сотворил этот мир. Попроси у Бога веры. Вот у меня в 23 года этот поворот случился, я из армии вернулся. Я с детства верил, что Бог есть, не какой-то, а который личность, не просто силы. Но дальше я ничего не знал. Я знал, что я грешник, хотя мать говорила, вот это нельзя. Отец строго нахазал, воровать нельзя. Я за всю жизнь, мне 80 лет, еще ни одного матерка не сказал. Женщинами делать нельзя ничего, пока ты не обвенчан в церкви. Я это знал, и Бог меня сохранил по сегодняшний день. Но дальше-то я не знал, не знал, что за меня Христос умер, мои грехи взял и ответил перед Отцом Небесным. И теперь он имеет право меня простить. В 23 года я впервые услышал, дали мне Евангелие, вторая часть Библии. Я встал на колени, а на берег сошел, ну временно, в кино сходить, а корабль на рейде стоит. И в это время я помолиться решил. Когда я с молитвы встал, я сам на себя того, кто встал на молитвы, и кто же встал, я смотрю как со стороны. Это не я. Мне столько много в жизни давал Господь. Учись в высшем мореходном училище, знание языков. Дорога открыта, здоровье высшего класса. Такой банальный тогда вопрос вам. Если Бог есть, да, почему тогда убийства всякие происходят, несправедливость и все прочее? О, хорошее слово. Вот слушай, в 4 веке, 5 век уже, 5 век, жил Иоанн Златоуст, самый знаменитый проповедник. И он говорит так. Вы согласны, что несправедливость на земле? Ну, конечно. Вот этот бандит там награбил сколько, смотри. Вот я работал 35 лет стажа у меня в Барнауле. У меня пенсия сейчас 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Все. Со всеми льготами. А у Чубайса каждый день 30 миллионов. Ну еще. А я не завидую ему, я довольствую с тем, что есть. Нет, это понятно. А почему? Все равно это несправедливо. Я объясняю. То есть, что несправедливо, мы согласились. Но Бог это справедливость. А на земле ее нету. И отсюда сам вывод напрашивается, что справедливость должна восторжествовать. Но когда? А ему... После жизни. После жизни, там на суде Божьем. Абсолютно правильно. Вот несправедливость это самое лучшее доказательство, что будет суд Божий. За гробом, когда все воскреснут. Когда снова Бог рассмотрит все дела. Ну или это просто стечение обстоятельств. Нет, стечение. Но обстоятельства Бог допускает, стечение эти. 138-й псалом. Эта книга такая, называется Псалтырь. Вот она у меня. Вот Псалтырь. Это из Библии одна книга. И в этой книге написано, 138-й псалом, что «Очи Твои, Господи, видели за родыш мой. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного еще не было. У Бога высчитано, что сегодня, 2 марта 2019 года, мы с вами будем вот так беседовать. У Бога все высчитано. Мы должны согласиться. Он Бог, Он все знает. От меня требуется покаяться и впредь не возвращаться на старую блевотину. Жить для Бога. Две заповеди. Ну можно запомнить две. Первое. Возлюби Господа Бога Творца Твоего, всем умом Твоим, всем разумением, всей крепостью, всей душою Твоею. И 100%. Потому что за нас Христос жизнь отдал. Второе. Подобное ей. Люби ближнего, как самого себя. Все на этом. Выполни это. И ты увидишь, что ангел на земле живет, а не человек. Ни одного слова не скажешь лишнего. Ну сложно, сложно верить. Вот слепо верить сложно. Понятно. Это надо, я не знаю, я может быть, скорее всего верю в то, что верю, а не на самом деле верю. Понимаете, да? Я не знаю. Дорога я как-то ехал, включил магнитофон, а там проповедь говорит, вы включите его, Ярл Николаевич Пейсти. Вот если бы вы записали, вы бы в интернете его нашли. Ярл Николаевич Пейсти, его уже нету. Он с такой уверенностью говорит, мужчина один сидел, интеллигентного вида такой, он говорит, знаете, я не верующий, я не могу сказать верю, не верю. Но вот он говорит, это вера. Без веры таких не бывает речей. Казалось, слепцу в славе небо являлось, дрожащее к небу рука поднималось, и слезы текли из потухших очей. Вот как написал Яков Полонский о слепом проповеднике. В 33 года я жизнь свою отдал Христу, и она другая совсем стала. А там что, ну был бы я капитан дальнего плавания, ну министром был бы морской промышленности, допустим. Дальше я умру, все осталось. А мне 80 лет, я уже умер давно. А у меня в ваше время сложно верить в Бога, потому что многие перекрываются этим, дабы поиметь какую-то материальную прибыль с людей. Те же церкви, там, крещение за деньги, все такое. Сейчас люди просто не доверяют этому, поэтому далеки от всего этого, вот в чем дело. Сложно верить в Бога. У нас две общины мы зарегистрировали, православные. У нас денег нигде нету, ни с тарелкой не ходят, ни за крещение нигде. Святая Десятина все покрывает. У меня бабушка просто верующая, она мне много еще про это говорила, и она мне объясняла, что сам процесс крещения, это, ну, то, что, как бы, клятва перед Богом, перед ангелами, что будешь соблюдать все десять заповедей. То есть за это не должны вообще деньги брать, ну, по идее, вот так. Они берут за каждое крещение тысячу рублей за одного человека. Вот, пожалуйста. Это абсолютно неправильно. Это называется симония, смертный грех. Но вы на это не смотрите. Вот мы знаем, где священники есть, вот мой брат священник всегда крестит не как-то ладошкой мокрой, а троекратное погружение, он сам заходит в воду, и в воде крестится. Мы готовим к крещению не просто так. Вот, церковь приходит, а я ничего не знаю. Ну, ладно, батюшка тебе кое-что сказал. 20-30 минут. У нас подготовка 500 часов. 500 часов я в разных университетах вел занятия, и люди когда приходили, и три радиопрограммы регулярно вел. Можно исправить, если ты желаешь. Вот в России погублено 21 тысяча селений. Пустое место. Мы в 91-м году через краевую администрацию получили разрешение восстановить поселок. И вот мы уже 27 лет, мы восстанавливаем православное поселение, где можем разговаривать с человеком, если он докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится и не ворует. Таких людей единицы, наверное, вообще, если остались. Мне в краевой администрации говорят, только у нас, говорит, тут никого таких нет. Сейчас статистика врет, женщины, говорят, курят, мужчины матерятся. Надо жить для Бога. Каждый человек хоть раз в своей жизни либо соврал, либо сматерился, либо украл, либо еще что-нибудь. Ну вот видишь как. А если даже это и было один раз там, мы не знаем как. Но ты попросил Бога прощения во имя Иисуса Христа. За наши грехи умер Христос. Вот я виновен, а он подошел и сказал, вот это уголовное дело на него, я беру на себя, казните меня за него. В других странах такое и есть. Брат согрешил, а вот этот, ну молодой парень, он говорит, а вот у этого пятеро ребятишек, я за него. Ну хорошо, его в тюрьму берут, а тот пошел домой. Это, наверное, мусульмане? Да. Так вот у нас, у христиан Христос есть, он умер за нас. А как объясняется то, что в каждой религии свой Бог, Аллах, Иисус, Будды всякие, как это понятно, они верят в своего? Пускай верят в своего. Мы знаем, что никто не умирал за грехи людей-то. Я еще раз поясняю. Вот вы знаете, кто такой Щенгиз Айтматов был? Даже не знаете. Это писатель, очень известный у киргизов, мусульманин, герой социалистического труда. А вы новое поколение не знаете. Он написал роман «Плаха». Настолько хороший, мы его закупали подряд, все и раздавали людям. И вот корреспондент приехал с литературной газеты из Москвы и беседует с ним. И говорит, вы мусульманин? Он говорит, да я мусульманин. А почему главный герой христианин? Там арестар какой-то. Он говорит, потому что Мухаммад много добра делал для людей. Но за умер за людей Христос. Добро делал, я тебе дал 5 рублей. Это добро. Ты мне дал добро. А он умер. Умер, когда мы были грешники. Он как писатель это знает. Вот почему. То есть, вот в чем дело. Каждый народ верит в свою религию. У каждого свой Бог. Я делаю вывод такой, что Бог всего один. Просто в каждой религии его называют по разными именами. У нас это Иисус, у них это Аллах, у кого-то это еще кто-то. У них описание делается. Описание этого божества. Были, вот допустим, возьмем Греции. Марс, Юпитер, Венера, Аполлон. Это все божества. Когда христианство пришло со Христом, то в римском пантеоне было 500 божеств. Завоеванных стран. Это языческие, наверное, божества. Языческие божества. 500. И они христианам довольно толерантные были. Сказали, вот, ниша, ставьте статуи Христа и молитесь. Но христиане не пошли. А они вышли на арену и сказали, все боги, демоны, бесы. Вот этого им никто не мог простить. Все 500 божеств. А и божества-то это люди, страны, бросились на христиан. Никого нигде нету. Одно христианство осталось. Почему оно от Бога? Христианство ведет. Вот вы говорите мусульманам, покажите, что они изобрели. Телефоны-то это. Телефоны изобрели или интернет, ничего не изобрели. А почему? Все задавлено, как у старобрядцев. Все это христиане. Даже не православные, но христиане. Христос дал свободу человеку. Поэтому, что случается, где какое-то дело, человек свободен выбрать. Бог говорит, я тебе предложил жизнь и смерть. Я предложил тебе благословение и проклятие. Избери, что избрать. Но добавляет, зачем тебе умирать? Избери жизнь. Я избрал жизнь. Христос говорит, я есть путь истинной жизни. Иван Гелетяна, 4 глава, 6 стих. Путь истинной жизни. А это может сказать кто-то там, у других там Аллах. Нет. Аллах это не наш Бог. Он совсем по-другому. Другие слова, все другое. У них Иса, Иса это Иисус. У них пророк. А у нас он Бог. Второе лицо Троицы. Он Бог и человек. Это не наш Иисус. Не надо, он один зашел. Аллах, Аллах Акбар кричит. Я говорю, Иисус Акбар. Он Аллах Акбар. А я в ответ, Иисус Акбар. Три раза он ушел. То есть он означает... А раньше. А Аллах. А раньше. Я слышал раньше, в какие-то времена, я не помню какие века, но вот эти вот крестоносцы, да. На почве веры убийства сколько же было. Да, да, да. Это правильно. Это уже правильно. И все равно, чтобы обратить в веру, да, христианство. Вот. Вот это все было... Как же Бог такое допустил-то? Но допустил это, допускает Господь, чтобы отсюда сделали вывод. Он допустил Ленина, Сталина, Гитлера. Он допустил. Но ты-то избери нужное. Вот я жил при Сталине. Я с 1939 года. А Сталин-то умер уже в 1953 году. Я хорошо все помню. 14 лет было, когда он умер. И вот, когда тогда еще было, говорили, вас обязательно в пионеры запишут. Не записались. Мы убежали из школы. Говорили, ну пойдешь в армию, в комсомол все равно затянут. Не записали. У меня брата двоюровного в конторе. Ты в комсомол будешь записываться? Он говорит, не буду. Они его заперли там и держат сутки. Вторые не пить, не есть не дают. Он говорит, ладно, я запишусь. Но воровать все равно не буду. Как будто бы записывать его туда, чтобы воровать. Но они его отпустили, видят. Надо для Бога жить, для Христа. Он наш спаситель. Просто чем дальше, вот с поколением в поколение, тем с этим сложнее, мне кажется, становится. Вот ваше, допустим, время было проще. Сейчас просто интернет, ну всякие интернет, такие вот вещи, телефоны, сейчас нету никому до этого дела. Молодежь, она как бы не вникает в такое даже. Но это не все так. Я из этого, я что-то подчеркнул за себя, но я-то не понял, верю я. А сейчас наоборот, в телефоне, в Библии все записано. Вот так.